Ну что, предположим, Кадырова стал против России из-за Ичкерии, пойдешь воевать с ним, бог оба против мощной России. Нет, Ренат, никогда не пойду. Асаляму алейкум, привет из Казахстана, Томсо, вы как думаете, если Россия захочет вторгнуться в Казахстан, чеченцы тоже придут нас убивать? Асаляму асаляму, российские и чеченцы, да, они нас убивают? Почему-то думают, что они вас не будут. Конечно, придут. Еще как придут всякие полки Кадырова, всякие СОБРы, спецбатальоны, батальоны или полк Север, там батальоны Юг, Восток, Запад и прочие предатели из числа нашего народа, да, они придут. Томсо, у меня к тебе вопрос. Разве в исламе приветствуется издевательство над мертвым человеком? Я смотрел твое видео, и там кадыровцы издевались над бывшим президентом. Расскажи. Ну так это же в исламе не приветствуется? При чем здесь кадыровцы? Ты их ассоциируешь с исламом, что ли? Просто слушая все выступления Кадырова, что они защитники Корана и великие ученые, они противоречат тому, что говорят и делают. Знаю даже я, что даже враг достоин уважения. Для немусульман мы в принципе все являемся мусульманами, вы не знаете эти моменты между нами, для вас что шииты, что сунниты, что там, ну для вас это все так чисто, одни мусульмане. Но у нас внутри существуют очень серьезные разногласия, деления, некоторые вообще не считают мусульманами, сами мусульмане, поэтому тут все не так просто, дорогие друзья. И спасибо тебе за твою правду, и от всех азербайджанцев говорю тебе спасибо, так как ты все высказал армянскому блогеру, всю правду, и волнение в его голосе было очевидно, так как сила в правде. Не за что. Что скажешь насчет бюджетников, которых, наверное, заставляют писать комментарии, поддержку Кадырова? Кадырова скидывают ссылки, чтобы поддержку комменты писали во всех учреждениях группы. Что я скажу? По возможности им нужно, конечно же, этого не делать. По возможности. Если у них есть такая возможность, то они должны этого не делать. Если у них нет такой возможности, то их мы, конечно, понимаем. Люди, которые находятся под принуждением, там ничего с этим не поделаешь. И здесь некоторые скажут, пускай увольняются с работы. Да, друзья, там вопрос вообще не так стоит. Ты не можешь нам сказать, я не хочу писать комментарии, я увольняюсь. Там все кончится очень плохо, если ты так скажешь. Поэтому, зная их положение, я говорю, что если у них есть такая возможность, они должны по максимуму этого не делать. Но если этой возможности нет, там прям очень серьезно это все проверяется, то что поделаешь? Отнесемся к этому с пониманием. Люди находятся под принуждением. Ну что, предположим, Кадырова стал против России, за Ичкерию пойдешь, воевая с ним оба против мощной России. Нет, Ренат, никогда не пойду. Он никогда не восстанет против России. Но даже если бы он что-то подобное сделал, я бы с ним никуда не пошел. Предавший раз, предаст еще раз. Хайбах, Кадыровцы, вы, вставьте вместо точек самые грязные слова, которые вы знаете. Я сам написал бы, Томсо не пропустит. Хайбах, спасибо, что ты не написал. Не надо. Пусть они сами ставят туда эти слова. У чеченцев в истории был академик? Разве академик Кадыров не признан мировым научным сообществом? У чеченцев был один, по-моему, академик Хаджиев Соломбек. Он в Российской Академии Наук был. Ну, значит, он академик, да, раз он в этой Академии Наук был. Короче, вот этот был человек. Он был, правда, у нас оппозиционером, пророссийским. Был против независимости, то есть антидудаевцем он был. Поэтому в политическом плане это не лучшая личность, наверное, среди чеченцев. Но как академик, раз уж ты задал вопрос про академиков, то вот этот человек был в Российской Академии Наук еще при Советском Союзе. Здравствуй, Томсо. Такой вопрос. Если наша Родина станет независимой, какой язык будет у Кавказской Республики? Так. Наша Родина. Я думаю, ты вообще в целом про Кавказ, наверное, говоришь, да? Если ты имеешь в виду Чечню, то у тебя не возник бы такой вопрос, наверное, какой у нас будет язык. Скорее всего, ты имеешь в виду весь Кавказ. И ты, наверное, имеешь в виду какой-то язык, на котором будут все народы говорить, типа общий объединяющий язык. Как, например, в Евросоюзе есть единый язык, это английский, на котором все они говорят. Вот какой-то такой подобный язык, какой у нас будет, я думаю, первое время это будет русский, так как мы все на нем, в принципе, говорим. Нужно будет начать процесс очень серьезного освоения перехода на английский. И, соответственно, через какое-то время мы, наверное, перейдем на английский. Это будет целесообразно. Извините, если тупой вопрос, но почему при письменности на чеченском вы пишете цифры между буквами? Потому что отсутствуют в клавиатуре, на кириллице, отсутствуют у нас эти... Ну, это один знак, точнее, так говорим, знаки. Это один знак. Это вот единица только. Ты так написал цифры, как будто мы там пишем разные цифры. Это только вот этот один знак. То есть, одна буква, это звук, которого нет в русском языке. Он есть в чеченском, есть в арабском, но в русском языке его нет. Соответственно, и буквы такой тоже в русском языке нет. И вот мы... А у нас он пишется на чеченском языке просто как палочка, этот звук. В общем, мы эту палочку как бы заменяем вот этой цифрой, единицей. Бывает, конечно, удобнее ее заменить маленькой буквой L, английской, например. Ну, в смысле, более подходит она. Или вот этой палочкой на клавиатуре. Но заморачиваться приходится. То есть, когда ты быстро что-то печатаешь, тебе там переключать клавиатуру, этот символ оттуда вытаскивать тяжелее. Поэтому ты просто ставишь единицу, что обозначает звук А. В арабском языке это звук Айн. Вот этот вот звук мы обозначаем единичкой. Асаляму алейкум, бро. После того, как ты начал говорить про лезгинов, Чайхана с братьями из Азербайджана перестала смотреть тебя. Алейкум асаляму алейкум. Что-то, да, по-моему, Чайхана перестала. Перестала меня смотреть. Точнее, смотреть они, наверное, не перестали, но вот говорить об этом перестали. Безвизовый режим с исламскими странами для шариатского государства целесообразны? Не знаю, Кирилл Леон, а смотря с какими, я бы не стал так обобщать под исламские страны всех в одну кучу. Для некоторых стран, наверное, называемых исламскими, то есть там, где проживает основное количество мусульман, это будет, наверное, целесообразно, как, например, с Турцией. Для некоторых стран это, наверное, будет не совсем целесообразно. В общем, это все-таки миграционная политика, ее в зависимости от интересов государства, граждан, ее должны вести политики. Это непростая такая работа. Томсо, а ты знаешь что-нибудь про Магомеда Ютаева? Сегодня видел кадры 96-го, он там еще был молод, около 16 лет, но уже вовсю воевал. Да, да, я... Ну, как знаю? Так, в общих чертах знаю. Лично с ним, конечно, я знаком не был. И каких-то подробностей о нем тоже не знаю. Но в общих чертах я знаком. Там был молодой муджаид. В подчинении Шамиля он был на Басаево. По-моему, родом он был из селения Шаложи, у Росмартановского района. И, насколько я знаю, он погиб, стал шахидом, иншалла. Томсо, какова бывает твоя первая реакция или мысль, когда видишь Кавказцев, майки Россия, и с этой мутант-птицей, и на соревнованиях, атак, когда они каждый день носят двухглавого этого орла и мидер. Ну, какая бывает реакция? Не знаю. Сдержанная, наверное. В принципе, я привык видеть это. Иногда до абсурда эти вещи доходили, когда, например, в мечеть приходили люди в футболках с надписью «Задие ФСБ», например. Или в кепках, на которых было написано «ФСБ». Это не ФСБшники, это просто ребята молодые. Вот они такие футболки, например, одевали, или эти кепки носили. Это я сейчас не говорю про сотрудников различных силовых структур российских в Чечне, которые в своих военных этих формах приходили, и у них тоже бывали, например, футболки с аббревиатурами их структур, типа ОМОНа, СОБРа и так далее. Это, конечно, это абсурд. Это, с одной стороны, смешно, с другой, это печально. Но это настолько часто сейчас ты это видишь, это настолько у нас распространено, что тебя это абсолютно не удивляет. Это неправильно, это, конечно, нужно осуждать, но удивляться этому, конечно, уже не приходится. Как думаешь, ФСБ лучше, грамотно работает или ЦРУ? Кого лучшая спецслужба? У США или России? Слушай, ну, сейчас, наверное, очевидно, что ЦРУшники, наверное, работают гораздо лучше. Но здесь надо разделять возможности российских спецслужб в плане их аналитические какие-то возможности, аналитика, и исполнительная часть. Вот с исполнительной частью у них проблемы, хромает у них эта тема. Но аналитика работает у них очень круто. Здесь хорошим, наверное, примером их очень крутой работы является Кавказ. И все, что на Кавказе они мутят на протяжении долгих лет, и как у них это получается, как грамотно они там нас разводят. Это, конечно, очень крутая работа их именно аналитической службы. А вот с исполнением, да, у них бывают косяки, проблемы, проколы. Они могут на всю Европу оставить следы, полония. Могут где-то ложенуться, там, недотравить, где-то перетравить, чтобы пострадали вообще ни в чем не повинные люди. Есть у них как бы вот эта проблема. С ЦРУ мы же, мы с вами не слышим о каких-то проколах ЦРУшников. Это не говорит о том, что они ничего не делают. Значит, они делают и делают это грамотно. То есть, вот эта исполнительная именно часть у них работает лучше. Однозначно. Томсо, привет. Вероятность, что Азербайджан будет поглощен Турцией, есть и ее влияние. Что тогда будет делать Иран? Я думаю, нет. Поглощен в плане... В плане влияния, но влияние туда он и так имеет. Будет ли это влияние усиливаться? Ну, может быть, будет. Но в плане поглощения, как типа присоединения этой территории к Турции, объединения двух народов в один, ну, нет, я думаю, такого не будет. Вообще, как правило, эти процессы не имеют обратной силы. Наоборот, можно расколоть общество. Создать из одного народа два можно. Из-за каких-то религиозных или политических взглядов они могут разделиться и пойти по истории уже совершенно как отдельные два народа. Но вот потом снова их объединить, это, я думаю, невозможно. Так это не работает. Я даже не знаю таких примеров. Знаю очень много примеров, когда разъединяли, но не знаю никаких примеров, чтобы объединяли. Даже возьмите нас ингушами. Мы тоже недавнем, прошлом, один народ. Но уже все исторически так сложилось, что из-за каких-то моментов мы начали развиваться, как два народа. И вот эти процессы, они обратно никак не идут. Турки с азербайджанцами, понятно, один язык вроде там, как народ вроде тоже один. Но произошел вот этот разлом в какой-то момент. Шейдизм, сунизм. Создались два отдельных государства. И представить, что они станут одним, когда есть несколько поколений уже сами себя идентифицирующих как азербайджанцы, что они потом перестанут и станут себя ассоциировать как турки. Да нет, я думаю, нереально. Тамсо, за шеизм и азербайджанцев. Азербайджанцы всю современную историю называют себя азербайджанскими тюрками. Это первое. Второе, сунниты очень много. Остальные атеисты, либо прониранские черти, которых уберем. Ну, давайте здесь, наверное, каждый останется при своем мнении. Я заметил, что у азербайджанцев, причем у большинства именно суннитов наших братьев, среди азербайджанцев, есть вот это вот непреодолимое желание выдавать желаемое за действительное. Но как бы вы ни пытались это делать, действительность, она совершенно иная. Вы можете, конечно, жить в каком-то своем мире вымышленном абсолютно, нереальном. Но реальность, она другая. И она удовчающая пока. А так, конечно, желаем процветания, безусловно. Смотрел высказывание Невзорова о исламском мире. Цитата. Мусульмане являются нахлебниками у всего цивилизованного мира. Нет, я не смотрел, я не смотрю этого человека. Если он подобное сказал, ну, что поделаешь. У него есть такая возможность говорить все, что он хочет. он ее использует. А про Сладкова что скажешь? Скажу то же самое. Сладков это, он как военный корреспондент, его тоже можно воспринимать как вражеского журналиста. Это как бы человек с той стороны. Но несмотря на это, вы можете заметить, что Сладков, например, когда рассказывает про Хамзата Гилаева, посмотрите, как он отдает должное Хамзат, как он показывает его путь, как он проделывал, отдает должное его опыту. Это, возвращаясь вот к этим моментам, вы очень легко можете посмотреть вот эту разницу между предателями и врагами. Враги, они и мы можем их относиться к ним с уважением, чему-то у них даже учиться каким-то боевым фишкам, которые они используют. И они могут точно так же в ответ учиться у нас, относиться с уважением друг к другу. И так было всегда. Посмотрите там значит войну Салахуддина аль-Айуби, когда кто там его противостоял, сейчас не помню, этот король с проказой, когда у него там что-то с конем случилось, то ли он заболел, умер, то ли он сломал ноги, не помню, что это было. Салахуддина аль-Айуби дал, подарил ему коня или даже нескольких коней, я не помню. То есть такие бывают, хоть враги друг с другом сражаются, но при этом какие-то бывают, даже другу презенты делают. То есть это такое отношение к врагу, достойное отношение к врагу. оно может быть и это нормально, но с предателями никогда такого не бывает и быть не может и это ненормально, если такое происходит с предателем, это ненормально. Томсо, если ты хочешь нормально жить, тему поменяй, ты такой же, как все, обычный блогер, это твой хлеб, ты кормишь себя и свою семью, так что на правительство зубы не точи и веди себя достойно. Он должен был дописать, не дописал. «Хорошо, Маша Измайловская, так и сделаю». Спасибо тебе за этот совет, ты открыла мне глаза. «Хорошо, так и сделаю». «Хорошо, так и сделаю». «Хорошо, так и сделаю». «Хорошо, так и сделаю». «Хорошо,